В Черкесске вспоминали детей жертв войны в Донецкой Народной Республике. Трагическим событием, имеющим десятилетнюю историю, было посвящено мероприятие, организованное в Парке Победы региональным министерством по делам молодежи. Подробности в сюжете корреспондента Артур Мхце. 25 августа у малыша поднялась температура, которую родители не смогли сбить самостоятельно. В то время украинские военные никого не пускали в село. Поэтому скорая помощь не смогла проехать дальше по Паса и спасти ребенка. С начала боевых действий в 2014 году в Донецкой Народной Республике погибли около 300 детей. Почти одна тысяча были ранены, стали инвалидами. В 2022 власти ДНР установили дату в память о событиях, которые произошли в Горловке 27 июля 8 годами ранее. Тогда жертвами удара ВСУ стали 22 человека, в том числе 4 ребенка. Прошедшее в Черкесской парке Победы памятное мероприятие – еще одно напоминание о трагических последствиях ударов вооруженных сил Украины по мирному населению Донбасса и других регионов теперь уже Российской Федерации. С началом русской весны на Донбассе с 2014 года фашистский киевский режим начал активно обстреливать мирные регионы Донбасса. Целик было понятно. Как можно больше жертв среди мирного населения посеять панику и обратить людей в бегство. И в этот день мы чтим память наших маленьких ангелов. Каждый из погибших маленьких жителей Донбасса мог бы кем-то в этой жизни стать, реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее. Участникам митинга были зачитаны короткие биографические справки о нескольких десятках погибших детей Донбасса. После минуты молчания представители власти в регионе Черкески, члены общественных, ветеранских, молодежных, патриотических организаций возложили цветы к вечному огню. Для нас, для жителей Карачаева Черкесии, молодежи Карачаева Черкесской Республики является крайне важным и необходимым помнить, чтить, уважать, поддерживать. Со своей стороны выражаю благодарность за то, что в рамках данного стихийного мероприятия приняло участие более 150 человек. Глава Республики Рашид Тимреза в своем телеграм-канале напомнил, что в настоящее время участники специальной военной операции, в том числе из Карачаева Черкесии, отстаивают право жителей Донбасса и других новых регионов России быть со своей родиной, жить свободно, сохранить культуру нашего великого многонационального государства. Артур Мухцер, Ренат Мука, Вести, Карачаева Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова